Приглашенные зарубежные гости, которые прибыли в Ашхабад для участия в международной научно-практической конференции и выставке «Счастливая молодежь» Саркадак Сирдаром, посетили Национальный музей Туркменского ковра, один из культурных центров Туркменистана. Они смогли познакомиться с искусством ковроткачества, одним из важнейших элементов национальной культуры туркменского народа. С особым интересом гости рассматривали самый большой туркменский ковер ручной работы, площадью в 301 квадратный метр, который включен в Книгу рекордов Гиннеса. Я первый раз в Туркменистане, первый раз в городе Ашхабад. Очень красивый город. Все такое белое, все в этом белом мраморе. Просто это очень красиво. Я, к сожалению, не видел производственного процесса туркменских ковров, но они очень интересные. Я знаю, что в туркменских коврах, когда их плетут, там целую историю рассказывают. Историю, где его плетут, историю времени, когда его плетут, тех событий, при которых ведется производство этого ковра, того региона, в котором этот ковер производится. Это очень интересная история, которую, ну, ее вообще отдельно изучать надо. По одной простой причине, что в ковре, как в книге истории, запечатлены определенные события. И, пользуясь случаем, конечно же, я хотел бы выразить свою благодарность руководству Республики Туркменистан за приглашение на столь знаменательное мероприятие. Также гости посетили монумент независимости Туркменистана. Монумент является одной из главных достопримечательностей страны. Высота составляет 188 метров. Устремленная вверх колонна украшена пятиглавыми орлами и заканчивается позолоченным шпилем. Увенчанным полумесяцем с пятью звездами, символом единения пяти крупнейших туркменских племен. В третий раз посещаю гостеприимный Туркменистан. И, что хочу сказать, экскурсии каждый раз нас радуют новыми-новыми открытиями. Хочу сказать, что традиционно мы сегодня посетили музей ковров. Узнаю каждый раз, с каждым приездом все новые и новые детали и подробности. Эти экскурсоводы не устают удивлять о том, какие были искусственные мастерицы в 17-18 веке. И как в современном тоже мире живет эта история. Удивительное дело, на самом деле уникальная история, потому что только здесь, в Туркменистане, как мне кажется, музей, он за пределами этих музейных стен находится, он в городе буквально. Есть такая мода сумочки из ковров, платья, все вот это живет, существует. И это такой симбиоз, когда музей, он же на улице, это очень красиво, это очень интересно с точки зрения культуры, с точки зрения туризма, посещения. Я немножко знаю об истории создания Туркменистана, как появилась вообще государственность здесь, из чего все начиналось, кто прародитель туркмен. И вот за моей спиной буквально, вот в нескольких шагах здесь монумент. Монумент, во-первых, независимости, да, это главный символ Туркменистана. Ну и, конечно, вся история, потому что, как мы знаем, нет независимости, нет современности без истории. История — это обыскан, прародитель туркмен. У него, я так могу сейчас ошибиться, но были сыновья, от них пошли племена. И сейчас мы как раз находимся на этой точке. Здесь очень красиво, очень атмосферно, фонтаны. Здесь же я знаю Тата Геороглы. Это тоже один из национальных героев туркмен. Он живет в эпосе до сих пор, да, там очень интересная история. И что хочется сказать, здесь всегда чувствуется вот именно этот дух туркменского народа, его гостеприимство, его, так скажем, уникальность, опять же, да, и его историчность. В очередной раз мы присутствуем в Туркменистане на мероприятии довольно масштабном, сюда приехали из разных стран участники международного форума. Это очень большое событие. Очень часто в последнее время в Туркменистане вообще проводятся подобные форматы. Был и кинофестиваль, куда мы тоже приезжали. До этого тоже были какие-то события, открытие великолепного города Аркадаг, который носит, который называется «В честь Аркадага». И я хочу поблагодарить Аркадага Сердара и Аркадага за то, что гостеприимно приглашают каждый раз и за то, что оказывают всякое содействие в сотрудничестве и в международных делах. Напоминаем, Международная научно-практическая конференция-выставка «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» пройдет завтра. Международная научно-практическая конференция-выставка